Мир вашему дому! Всем привет! Уникальная выставка появилась в 21 павильоне ВДНХ в Москве. Эта выставка дает захватывающее представление о сложной структуре тела и объясняет, как взаимодействуют и функционируют системы и органы. Это первая часть серии об этой выставке. Выставка «Мир тела» – одна из самых успешных передвижных выставок в мире. В России выставка начала действовать в 1995 году. За это время выставку посетило более 50 миллионов посетителей в более чем 140 городах Америки, Африки, Азии и Европы. В Россию эта выставка попала первый раз за эти 20 лет существования. Основная цель создателей выставки – доктора Ангелина Уолей и доктора Гюнтера фон Хагенса – профилактическое здравоохранение. Их выставки «Боди Ворлс» были задуманы для того, чтобы просвещать публику о внутренней работе человеческого организма и показывать эффекты здорового и нездорового образа жизни. Ориентированные в основном на непрофессиональную аудиторию, выставки призваны вдохновить посетителей на осознание хрупкости своего тела и осознание анатомической индивидуальной красоты внутри каждого из нас. Каждая выставка «Боди Ворлс» содержит реальные образцы человеческого тела, а также отдельные органы, конфигурации органов, кровеносные сосуды и прозрачные срезы тела. Пластинаты отправляют посетителя в увлекательное путешествие под кожу. Она дает широкое понимание анатомии и физиологии человеческого тела. В дополнение к функциям органов, общие заболевания описываются легко понятным способом путем сравнения здоровых и пораженных органов. Они показывают долгосрочное влияние болезней и зависимостей, таких как употребление табака или алкоголя, и демонстрируют механику искусственных коленных или тазобедренных суставов. Отдельные образцы используются для сравнения здоровых и больных органов. То есть здорового легкого с курильщиком, чтобы подчеркнуть важность здорового образа жизни. Жизнеподобные пластинчатые целые тела иллюстрируют положение в этих органах внутри человеческого тела. Независимые опросы посетителей, проведенные в нескольких городах и странах, демонстрируют положительное влияние выставки Body Worlds на посетителей. 87% посетителей заявили, что после экскурсии они узнали больше о человеческом теле. 56% сказали, что это заставило их больше думать о жизни и смерти. 79% испытали глубокое почтение к чуду человеческого тела. 68% покинули выставку с ценными стимулами к здоровому образу жизни. 47% посетителей сообщили, что они больше оценили свое тело после посещения выставки. Ну и личные последствия, вытекающие из посещения этой выставки. 68% опрошенных решили в будущем уделять больше внимания своему физическому здоровью. 23% респондентов были более готовы пожертвовать органы после того, как увидели выставку. 22% посетителей вполне могли себе представить, что после смерти отдадут свое тело на пластинацию. 32% заявили, что после осмотра выставки они охотнее согласились бы на вскрытие их трупа для установления причины смерти. 74% будут продолжать заниматься опытом и идеями, которые они получили на выставках в течение некоторого времени. Вот последующий опрос посетителей в Вене, проведенный через 6 месяцев после окончания выставки, ясно показал, что значительная часть посетителей действительно изменили поведенческие паттерны в соответствии со своим решением вести более здоровый образ жизни. Целых 9% посетителей заявили, что они меньше курили и употребляли меньше алкоголя. 33% с тех пор придерживались более здоровой диеты. 25% занимаются больше спортом. 14% стали лучше осознавать свое тело. Что такое анатомия? Анатомия – это изучение тела. Сам термин происходит от греческого глагола «анатомиен», что означает «вскрывать, препарировать». В ней описан важнейший процесс этой области исследования – «вскрытие и расчленение тела на отдельные его части», а также их описание. Начало анатомии было положено в III веке до н.э. Анатомия – древнейшая научная дисциплина медицины. Первые документально подтвержденные научные вскрытия человеческого тела были проведены еще в III веке до н.э. в Александрии. В то время анатомы изучали анатомию путем вскрытия животных, в первую очередь свиней и обезьян. Клавдий Галлер – самый выдающийся врач Древней Греции, чьи выводы основаны исключительно на изучении животных и чьи ошибочные теории анатомии человека доминируют и влияют на медицинскую науку вплоть до эпохи Возрождения, то есть более тысячи лет. Хотя анатомия официально не запрещена церковью, социальные власти отвергают вскрытие человеческих трупов вплоть до XII и даже XIII века. Вот почему анатомические исследования застаиваются. Изменение отношения к преподаванию анатомии происходит только в XIII-XIV веках. Однако преподавание состоит в основном из лекций из канонических трудов Галина, без проверки через фактические препарирования. В современную эпоху в XV-XVI веках продолжателем анатомии являлся Леонардо да Винчи, который выполнял множество анатомических скрытий человеческих трупов и составил основу его знаменитых очень подробных анатомических набросков. В Средние века тело рассматривалось как хрупкое жилище души. Однако в эпоху Возрождения человеческое тело превозносится своей красотой и становится основным источником вдохновения для художников этой эпохи. Ради искусства многие художники эпохи Возрождения начинают изучать человеческое тело. Леонардо да Винчи и Микеланджело не только посещали вскрытия, выполняемые их медицински подготовленными друзьями, но и сами брали скальпель с целью проиллюстрировать тело во всем его природном великолепии. Наиболее реалистично изображены не только тело и мышцы, но и костная структура, скелеты, кожа. Леонардо да Винчи страстно изучал человеческое тело. Под покровом ночи он взбирался на кладбищенские стены, крал тела и тащил их в свою мастерскую. Сам видел. Там он препарировал их и использовал в качестве моделей для своих скульптур. Настоящая наука анатомии основана в эпоху Возрождения работами анатома и хирурга Андреаса Визалия. Визалия описывает, что он наблюдал во время публичного вскрытия человеческих трупов. Рассекая человеческие тела, подготавливая мышцы, сухожилия и нервы до мельчайших деталей, Визалий доказал более 200 ошибок в анатомических работах Галина. Своими всесторонними научными исследованиями человеческих тел молодой профессор медицины не только революционизировал анатомию, но и всю медицинскую науку. В эпоху Возрождения вскрытия стали представлять интерес не только для медицинского форума, но и для широкой публики. В эпоху Возрождения все больше и больше врачей, как и широкой общественности, стали хотеть увидеть человеческое тело своими глазами. Слово «вскрытие» происходит от греческого слова «видеть своими глазами». Анатомические театры строятся во многих городах. Богатые и бедные одинаково стекались на публичной презентации вскрытий. Некоторые анатомы используют свои навыки вскрытия традиционно художественным способом и превращают свои образцы в прочное произведение искусства. Анаре Фрагонар превращал свои анатомические образцы в долговечные произведения искусства. Он впрыскивал им цветной воск, который застывал внутри кровеносных сосудов. Оставшиеся ткани подсушивались и обрабатывались лаком. Его работы до сих пор выставляются в национальной школе ветеринары Дальфорд под Фарижем в Франции. В XVIII веке художники анатомы создают первые образцы всего тела, которые сушат и покрывают лаком. Некоторые образцы того времени содержат металлические сплавы, которые расплавлялись и вводились в артерии, пока они еще горячие. Общественный интерес к анатомии не ослабевает уже несколько столетий. Только в XIX веке, когда анатомия стала наукой, публика лишилась возможности наблюдать вскрытия. Выставки Body Worlds успешно возрождают культуру публичной анатомии, вдохновляя миллионы людей проявлять интерес к анатомии. Уникальная программа «Донорство тела для пластинации» была основана в 1982 году доктором Гюнтером фон Хагенсен и зарегистрировала более 19 тысяч доноров по всему миру. С 1993 года этой программой руководит «Институт пластинирования» в Гейдельберге, Германия. Донорство тела для пластинации является и остается этическим краеугольным камнем выставки Body Worlds. Изобретенное ученым и анатомом доктором Гюнтером фон Хагенсен в 1977 году, пластинация является новаторским методом остановки разложения для сохранения анатомических образцов для научного и медицинского образования. Процесс включает извлечение всех жидкостей организма и растворимого жира из образцов, замену их вакуумной принудительной пропиткой, реактивными смолами и эластомерами, а затем отверждение их светом, теплом или определенными газами, которые придают образцам жесткость и постоянство. Выставки Body Worlds полагаются на щедрость доноров тел людей, которые завещали, что после их смерти их тела могут быть использованы в образовательных целях на выставке. Все пластинаты тел и большинство образцов получены из этих доноров. Некоторые органы и специфические образцы, обнаруживающие необычные состояния, взяты из старых анатомических коллекций и морфологических институтов, как было согласовано с донорами тел, их личности и причины смерти не разглашаются. Выставка фокусируется на природе нашего тела, а не на предоставлении личной информации. Позы пластинатцев тщательно продуманы и служат воспитательным целям. Каждый пластинат позируется для иллюстрации различных анатомических особенностей. Например, спортивные позы иллюстрируют использование мышечных систем во время занятий спортом. Позы подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть специфические анатомические особенности и позволить посетителям соотнести пластината со своим собственным телом. Организаторы телесных миров считают, что когда люди больше будут понимать, как работает тело и как оно может разрушаться, они с большей вероятностью выберут здоровый и устойчивый образ жизни. Знание о том, как выглядит человеческое тело и как оно функционирует, это фундаментальная информация о жизни, которая должна быть доступна каждому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok